Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами вспоминаем подвиг святителя Тихона, патриарха московского и всея Руси. 107 лет тому назад, осенью 1917 года, в храме Христа Спасителя участники Поместного Собора Русской Православной Церкви выбирали патриарха. До этого в Русской Церкви не было патриарха со времен Петра I больше двух столетий. Сначала участники Собора проводили голосование, чтобы определить трех главных кандидатов, а затем из этих трех кандидатов путем жребия указать патриарха. На первом туре голосования кандидатом был признан архиепископ Харковский Антоний Храповицкий, известный пастырь и богослов. На втором туре архиепископ Новгородский Арсений Стадницкий, один из старейших архиереев Русской Церкви, и, наконец, на третьем, митрополит московский Тихон Белавин. Архиепископ Антоний Храповицкий был очень энергичным и мужественным человеком. Он уже давно боролся за восстановление патриаршества. Многие считали, что именно он достоин сана патриарха, да и сам он не боялся принять его. У архиепископа Арсения Стадницкого был многолетний опыт церковно-административной и государственной службы. Он ужасался при одной мысли о возможности стать патриархом и молил Бога только о том, чтобы чаша сия миновала его. Ну, а митрополит Тихон во всем полагался на волю Божию. Он совсем не стремился к патриаршеству, но готов был принять на себя этот крестный подвиг, если Господь призовет к нему. 5 ноября участники собора отслужили божественную литургию, на которую специально принесли Владимирскую икону Божией Матери. У иконы стоял запечатанный ковчег с тремя жребиями. После литургии и молебна пригласили старца-затворника Зосимовой пустыни и иеросхемонаха Алексея и попросили его вынуть жребий. Старец трижды перекрестился и поклонился, помолился, вынул один из жребев и передал его митрополиту киевскому Владимиру, будущему священномученику. Тот громко прочитал «Тихон, митрополит московский». Все возгласили «Аксиос» и хор запел «Тебе Бога хвалим». Святитель Тихон поблагодарил Господа за милость и участников собора за избрание в число кандидатов на патриаршество. Потом он неожиданно вспомнил пророка Езекииля, которому Господь подал свиток и велел съесть его, а на свитке было написано «Плач, стон и горе». Вот таким свитком, сказал святитель Тихон, и является для меня ваша весть об избрании меня в патриархии. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжелую годину. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них во вся дни. Аксим, кто доволен, даже и искреплих мне. Но да будет воля Божия. Нахожу подкрепление в том, что избрание сего я не искал, и оно пришло помимо меня и даже помимо человеков по жребию Божию. «Уповаю, что Господь, призвавший меня, сам и поможет мне своей всесильной благодатью нести бремя, возложенное на меня, и соделает его легким бременем». Слова святителя Тихона полностью сбылись. Время, в которое он начинал свое служение, было воистину тяжелой годиной. Но как раз в такие трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни, когда грандиозные события опрокидывают в бездну все вокруг, когда кругом наступает гибель и отчаяние, Бог и посылает в этот мир своих святых, людей особого мужества и самоотвержения, подвижников веры и любви, которые необходимы миру, чтобы устоять в истине, чтобы не потерять развлечения добра и зла, чтобы духовно не погибнуть. И подвиг таких святых исполинов, духовных вождей народа, наверное, можно назвать самым трудным из всех подвигов. Святителю Тихону пришлось вынести неимоверно трудное давление со стороны безбожных властей. С 1922 по 1923 года он находился под арестом, а в это время лидеры обновленческого раскола, созвав псевдовсобор, объявили о лишении патриарха Тихона Сана и о проведении масштабных антицерковных реформ. Казалось, что церковная власть в русской церкви полностью перешла к раскольникам. Особенно печально было то, что и константинопольский патриарх Григорий VII склонился к признанию обновленцев законной церковной властью. Но интересно, что произошло, когда Верховный суд, сочтя, что патриарх Тихон больше не имеет никакого авторитета ни в церкви, ни в обществе, выпустил патриарха на свободу. Случилось совсем не то, чего ожидали безбожные власти. Подавляющее большинство русских православных людей немедленно признали освобожденного патриарха своим единственным законным духовным главой. В результате обновленческое движение стало быстро терять популярность и постепенно сходить на нет. Такое влияние имела святая личность патриарха. Это событие ярко свидетельствует о том, что церковью управляют не политические силы и процессы, но дух Божий своим промыслом. До самой кончины святителя Тихона его сопровождала всенародная любовь и почитание. И это несмотря на то, что во всех советских газетах его продолжали называть бывшим патриархом. Когда он скончался, к Донскому монастырю собрались колоссальные толпы народа. Проститься с ним, по подсчетам, пришло около миллиона человек. Мы с вами живем в эпоху, отчасти схожую с эпохой святителя Тихона. Тоже волнующую, горестную, переломную. Святитель Тихон в своей жизни учит нас, что не нужно ни бояться крестного подвига, ни напрашиваться на него. Мы не выбираем того времени, в которое живем. Наша задача здесь и сейчас спокойно поступать по заповедям Христовым и молиться за нашу церковь. Молиться надо из-за нашего патриарха Кирилла, молиться, а не критиковать. Критики у нашего патриарха и так хватает, причем и слева, и справа, и сзади. И неверующие либералы его ругают, и религиозные фундаменталисты-зелоты осуждают. Да еще и нынешний патриарх Константинопольский, поддержав украинский раскол, стал во враждебную позицию к патриарху Кириллу и ко всей русской церкви. А мы нашей доброжелательностью, нашей молитвой, нашей ответственной церковной позицией призваны поддержать нашего патриарха и прославить нашего спасителя. На этом о подвиге святителя Тихона все. Дорогие братья и сестры, до встречи в следующий раз.